Просим вас включиться и сказать основной ваш инсайт от первого модуля акселератора, что вам понравилось и что вы вот запомнили, что вот с собой унесетесь, такие основные знания, мысли. Я сейчас из Тель-Авива с вами общаюсь. Вот, наверное, то, что мне больше всего понравилось и привлекло, то, что есть система четкая, вот, и которой можно научиться. Вот, я, потому что как бы в голове такой немного бардак, идеи появляются, вот, а что с ними делать, непонятно, потому что происходит затык, ну, перескакиваешь на другую идею. И как-то хотелось, чтобы уже появился кто-то, кто бы начал говорить хотя бы в правильном или неправильном направлении, товарищи, двигайтесь. Вот, хотя не хочется быть занудой. Не так. Вот. А, в общем, именно сам курс, то есть, конечно, крутой. Ну, Сергей, да, я предприниматель, у меня виза в агентство, мы делаем визы в Англии в основном, только на них сидим. Вот, этим бизнесом я занимаюсь, где-то, 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 где-то лет 5, точнее, года 3 я в агентинное делал, и где-то, где последние годы, полтора, два, я торгом. Ищу, чем бы мне заняться, чистая прибыль, там, проект 150-200-300 тысяч, ну, такие проекты. Но последние полгода в год я практически не участвовал, то есть там, крыса, все налажено, все работает, как бы у меня проблема масштабная. То есть тогда, когда я не знал, куда расти, я понял, что я не могу расти в 10 раз. И все те идеи, которые я хотел сделать, чтобы все просто работало, поэтому я, к сожалению, ищу, чтобы туда, там, вот, сделать что-нибудь большое. Ну, хотя бы, там, чтобы чистая прибыль, 2 миллиона рублей в месяц. Вот, и поэтому, как-то, вот, несколько месяцев назад я понял, что вот онлайн-бизнес, вот обучение, какие-то марафоны, либо что-то там масштабировать за миллионную прибыль. Вот, соответственно, вот, почему появилась идея участвовать в вашем акселераторе. Какие эмоции? А, честно говоря, они смешанные, вот, видишь, у меня. То есть начинается с того, когда я в первый раз вебинар, я прям не понял понять, это они реальны, или это вот какой-то разговор. Вот у меня там, два лет внутренне все, что, блин, чёрт, какая оплата, там, в Алине Саратове 200 тысяч, прям, сразу по карточке. Я прям чувствовал, если столько вот этой, ну, эффективной техники, и мне было очень тяжело. То есть вот эти продажи вебинаров, и когда я понял, что это вообще-то записи, то есть у меня прям внутреннее диссоналство очень жёсткий модифрамм. Потом я думал и не думал, потом я оплачу. Я платил, но я не получил за мной, раз я не мог на оплату принять, я написал, ну, всё как-то. И то потом, как бы, у меня открыли доступ, и я начал заниматься. Я думал, ой, ничего себе, ну ладно. У меня открыли доступ, я начал смотреть, ну, в принципе, все-таки тройки, вроде говорят, были не нормально. Я хотел ему написать, ну, там, типа, деньги вообще нужны, или нет, почему без денег не требуется. В общем, мы платим деньги. Но он, по-моему, структурировал очень много, там, вот, практические фишки, знания, там, это всё помогло. То есть я уже несколько раз пытался, что это будет, и у меня не получалось. И у меня внутри сидит большой страх вообще, вот, ну, такой, то есть я не знаю какую нишу, которую взять, у меня есть несколько ниш, я вот, сами эксперт. Ну, я не хочу быть экспертом, я хочу именно, как бы, руководитель, у кого-то у кого-то у кого-то. Можно одну, 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 одну. Так как я там пытался с кем-то работать с кем-то таким нежитыми экспертами, долго с ними чуть не получалось. А крутым экспертами я ещё не мог, конечно, подходить, потому что я сам ещё, ну, где-то, не крутой продюсер. Ну, такая вот. Вот, соответственно, в целом, знания, я чувствую, хорошее, но вот мы решили с вами дальше работать, чтобы построить уже какие-то там либо одну и другую. Большое спасибо за первый модуль. Мне очень понравился формат интенсива, потому что, как выяснилось, ну, на каких-либо тренингах, где задания выполнялись там в течение недели или большего количества дней, у меня это всё откладывалось в долгий ящик, и я начинала прокрастинировать. А тут в этом формате я прям включилась в работу, плюс супер вообще идея объединять в группы, так как я очень ответственна по отношению к другим людям обычно, и мне никоим образом не хочется их подвести. И тут я понимаю, что, ну, нет, вообще нельзя, надо всё сразу делать. И оказалось, что мне этот формат подходит очень сильно. У меня уже полгода как оплачен блог на платформе Go Photo Web, и я им вообще не занималась. А после уроков про рекламу и фраз о том, что будет реклама дорожать и дорожать, и нужен контент, 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 я поняла, что из Инстаграма пора, из скорлупки Инстаграма немного выходить наружу, и резко начала заниматься блогом. То есть всё, чего я не могла делать в течение полугода. Ну, значит, я чем хотел поделиться? Мне всё ясно и понятно, потому что сам в этой преподавательской деятельности занимаюсь уже там, не знаю, там, с 88-го года. У меня было желание создать онлайн-школу, ну, последние, наверное, года четыре. Я мечтала именно в эту, в эту сторону идти, но всё время что-то останавливало, плюс отсутствие каких-то, ну, таких технических знаний, и совершенно непонятно было, куда двигаться, ну, вообще, где искать помощи, на какие схемы ориентироваться. Ну, и поэтому я так это дело откладывала, а тут так всё сложилось один к одному. Меня зовут Ирина. Я до сих пор поражаюсь, каким образом была построена воронка, и каким образом были выстроены ваши все слова и вот эти все маркетинговые штуки, что я попала на курс. Вот это для меня до сих пор предмет моего восхищения. Я специально ничего не искала, но вы каким-то образом, не знаю, по каким-то поискам или как вы там это делаете. Вот точка входа, что вы сказали на своих, на email-рассылке и на своём продающем вебинаре, вы сказали все те боли, которые у меня болели, которые вам не отозвались. Вот это была точка входа. Это были боли о том, что я всю свою жизнь была наёмным человеком, вся моя жизнь сложилась так, что я в офисе, я работаю на кого-то или на что-то. И мне очень давно хотелось бы больше лайфстайл, больше путешествовать, больше заниматься семьёй, собой, но я просто не знала, как это сделать. У меня не было инструментов, и не было понимания, как я могу это сделать. Сама HR, вот все экспертизы, касаемые поиска людей, поиска команды, это для меня, наверное, более знакомая тема и, ну скажем, там меньше было открытий. Но всё, что касалось технических штук, воронка, конверсия, CPL, CPC, CPA, у меня нет в этом опыта. Для меня всё было очень классно, кайфово. И я для себя ещё, знаете, что отметила, что вот уже говорили ребята, я получила целостную структуру. И знаете, что я заметила? Вот у меня такой интересный появился эффект, хотя я ещё пока не ушла с работы, я продолжаю оставаться наёмным человеком, я постепенно двигаюсь к тому, чтобы создать этот проект, чтобы он состоялся и взлетел. Но я заметила, как изменилась моя мотивация в моей работе, как я по-другому стала относиться к моим обязанностям, к коллективу. Понимаете, мне до всего стало дело. Вот это удивительный такой момент. У меня есть дело, понимаете? Если раньше я выполняла просто за, как вам сказать, обязанности, вот мне поручили, я выполнила, то сейчас я, как вам сказать, какой пример бы привести. Знаете, есть приёмные дети, а есть свои. Вот у меня почему-то получилось так, что я даже в наёмном бизнесе стала к нему относиться как к своему. Это вот такой интересный эффект у меня получился. И я сама получаю больше... Что? Лучше стали понимать собственника. Да, точно! Я стала лучше понимать собственника, через что он прошёл, чего у него где болит, и какие он нашёл из этого выходы. И я думаю, раз я здесь, он меня нанял, значит, моя работа ему помогать во всём. Сформулировал он это или нет, но моя работа ему помогать. И я сама стала более удовлетворённой даже на своей работе. Так что спасибо за курс. Было круто. Привет, друзья! Привет! Ну, у меня интересная, конечно, история. Я вот слушаю ребят. Вообще, у меня был опыт и предпринимательский вначале моего там пути. И наёмным менеджером я работал очень долго. И на самом деле, ну, вот то, что вы говорите, там, позиционировать для предпринимателей или для наёмных, мне кажется, тут очень много похожего. Потому что работая даже вот крупным, там, топ-менеджером, у тебя всё равно всегда включается предпринимательское какое-то мышление. И так получилось, что я попал, как бы, в творческий отпуск. Вообще не планировал. Сейчас я отдыхаю. И вообще не планировал там чем-то заниматься. Так вот серьёзно. Я понимал, что есть вариант идти дальше по... Есть до сих пор этот вариант идти дальше по... Там, как наёмному менеджеру. Но вот как-то вы мне поцепили вашей воронкой. И возникли мысли попробовать вот в этом направлении. Наверное, если я всё-таки решу дальше идти, а я уже решил, я заплатил уже за годовой курс накануне. Соответственно, я думаю, что я поучусь. Сейчас я работу не ищу. Копаю дальше. Буду смотреть, как... Мне нравится, почему ваш подход. У вас очень прагматичный коммерческий подход. Вот девушки эмоционально всё это раскрывают. Я вижу, как вы их в стойлах строго ставите. Как бы мозги, я имею в виду, в хорошем смысле, естественно, что люди... Вот этот... Помочь миру, естественно, это очень важно. И если не будет пользы, не будет продукта. Но самое главное, вот вы своей структурой можете ставить мозги в нужном направлении. Чтобы то, что люди действительно умеют и хотят, они ещё за это смогли там, условно говоря, получить и заработать. Вот это вот круто. И я думаю, понимая все эти управленческие технологии в оффлайне очень хорошо... Там я работал и коммерческим директором, и финансовым даже работал. У меня был там свой строительный бизнес, и генеральный мне работал. И, соответственно, видно, что онлайн – это вообще новый мир. Новый мир, который мне там, скажем так, мягко говоря, не особо доступен пока. Понимая, что, да, и глоссарий другой, и технологии другие, но вот эти все люди заряженные, которые выступали сейчас, я им точно могу сказать, что они точно получат отдачу, если они не решили ещё что-то дальше продолжать. Почему? Потому что у них есть то, что нет у других, а у вас есть то, что нет у них. Поэтому я думаю, что у вас хорошая будет, скажем так, синергия. Вот. И, соответственно, когда мысли в коммерческом и в этом управленческом плане ставится вот по полочкам, ну, вот тут должно и как бы срастись. Длинные планы, конечно, хотелось, если я решаю всё-таки оставаться вот в этом голубом океане, пока он голубой, пока ещё не красный. Скоро будет, наверное, раскраснеть. Вот. Естественно, там один проект, там несколько экспертов – это не вариант. Надо, конечно, развиваться, масштабироваться. А, ну и самая главная фишка, естественно, вот в этом бизнесе – это масштабирование. Потому что я думал про бизнес, там, про свой, но я понимал, что там моя ценность – мозги, а если моя ценность – мозги, то я как батарейка. То есть батарейку вытащили – бизнес пропал. А как раз вот здесь вот эта онлайн-схема, она позволяет вот эту батарейку практически клонировать, запустив модель управления экспертами и продюсерами в будущем? Я бизнес-тренер по продажам. У меня свой офлайн-бизнес. Я тренирую торговый персонал в разных сферах деятельности. И идея вообще создания онлайн-школы продаж у меня зародилась тоже несколько месяцев назад, после того, как я сама поучаствовала в проекте, онлайн-проекте, и поняла, что действительно можно развиваться и быть полезным большему количеству человек. Вот. Эта идея крутилась у меня где-то в голове, пока однажды в интернете просто не увидела вашу рекламу. Каким образом, тоже не понимаю. Она дошла до меня. Видимо, запрос мой был послан, и все работало на это. В общем, увидела вашу рекламу, ссылку на вебинар. Прошли его вебинар. Я дала его послушать своему супругу. Мне очень хотелось, чтобы он тоже включился в этот процесс. Он сегодня выступал первым, Сергей Игнатьев. В общем, мы участвуем вдвоем в этом проекте. Но я больше как эксперт, а он как продюсер. Вот. И на самом деле я не хочу сейчас себя загонять в какие-то рамки, что это будет обязательно проект по продажам, потому что мне хочется понять вообще, насколько он способен быть востребованным на рынке и насколько можно хорошо научить людей онлайн продавать. То есть я даю себе такую возможность попробовать и посмотреть на все ниши со стороны, чтобы определиться и вообще понимать, буду ли я вообще экспертом, или, может быть, я буду продюсировать, или супруг будет продюсером продюсировать меня. У меня все это на стадии еще выбора. И первый модуль дал мне очень много на самом деле понимания и представления об этом, как это все работает. Вот у меня сложились все пазлы. Вот как было в картинке в самой презентации «Как открыть онлайн-школу». Вот эти пазлы, они все сошлись, и мне теперь очень ясно и понятно, как все это работает. Осталось дело за техникой, за выполнением уже конкретных задач, применения в практике. Я уверена, что все будет хорошо, и у всех ребят, и нашей группы, и других групп, у всех все получится. За что я, в общем, всем вам благодарна, и за контент, который вы даете, за те инструменты. Они действительно, как сказала Аника, они помогают и в офлайн-бизнесе. То есть не только понимание онлайн самой школы, но и в тех вопросах, которые у меня были проблемные в офлайн-продажах моего собственного тренинга, именно в настройке интернет-рекламы, директа и всех других инструментов, для меня теперь все ясно и понятно, что действительно много недоработок, и это действительно те инструменты, которые работают, их нужно просто внедрять. И сайты есть, и материалы вроде есть, и люди вроде есть, но вот пока не начал с вами заниматься, это дело, ну, было просто вот такими, отдельными какими-то фрагментами, осколками валялось все, да, и ничего не собиралось. Ну, а вот тут, благодаря тому, что как-то начал с вами работать, это появилось, явилось таким стимулом, что это наконец задвигалось. То есть я там, понятно, в командировках вечерами сидишь, там пишешь, там что-то ваяешь, собираешь, ну, по крайней мере пошла движуха. Уже 16 лет я работаю с детьми, у меня школа по занятию актерским мастерством, вокалом, развитие личности для детей от 4 лет и до 17. Естественно, сталкиваюсь с проблемами персонала, потому что все люди творческие, всех приходится, в общем, приводить в порядок и быть не только руководителем, но и психологом. Естественно, это аренда, которая съедает очень много, естественно, это, ну, оплата педагогам. И, в общем, получается так, что бизнес работает достаточно, ну, на сегодняшний момент около 150 человек занимаются, с сентября месяца мы планируем сделать 200 человек. Но по факту все зарабатывают, кроме меня. То есть я постоянно вкладываю в развитие, я постоянно оплачиваю, закрываю все расходы, но, к сожалению, для того, чтобы чувствовать себя спокойно и развиваться стратегически дальше, уже ничего не остается. Более того, я всегда думала о том, что очень хочется придумать какую-то такую формулу, чтобы была возможность более глобально расти, давать эти знания и так далее. И никак не могла придумать, потому что, как только я пытаюсь сделать еще один филиал, например, подобное, да, то меня уже не хватает, то есть начинает сыпаться то, что я уже создала и, ну, к сожалению, не получается масштабировать именно офлайн-бизнес. Вот, поэтому то, что предложили вы, на самом деле, это для меня такое большое открытие, спасение. Я, естественно, наблюдаю за тем, как развиваются, ну, например, эзотерические школы, они давно уже проводят различные онлайн и вебинары образования. И это очень интересно, но для меня всегда оставался вопрос, как они это делают, как они этому научились. Все эти технические моменты для меня это новое и непонятное. Поэтому, когда появились вы, это просто для меня как, ну, вот, самый главный инсайт – это вы. Вот, поэтому большое спасибо за первый модуль. Действительно, во-первых, хочу сказать, что все, что вы даете, это очень сильно структурирует, потому что, выполняя задания для будущего онлайн-бизнеса, у меня выстраивается структура, как все грамотно выстроить в офлайн-бизнесе, чтобы все было правильно, чтобы все было структурировано, чтобы все правильно работало. Потому что, на самом деле, я увидела очень много таких дыр, которые можно закрыть с помощью вот ваших методик, вот то, что вы рекомендуете. Поэтому можете смело в следующий раз, когда будете делать рекламу, что мы настроим онлайн-оффлайн-бизнес. Потому что, правда, помогли все ваши советы, рекомендации, я до сих пор начинаю притворять их в жизни и вижу, что это работает, это круто. Вы много даете вдохновения для того, что… и расширяете горизонты. Это очень круто, потому что, начиная просматривать ваш курс, ваш вебинар, я уже начала задумываться о том, как выйти на международный рынок, потому что мне тоже это интересно. И есть уже мысль, есть уже несколько шпол в голове онлайн, которые можно сделать. И было бы круто с вами каким-то образом посотрудничать, но я, видимо… видимо, я не знаю, какие условия у вас и как возможно вообще присоединиться к вашей команде, потому что идей много, но, естественно, пока нет опыта для реализации. И я помню, когда первый вебинар был онлайн, вы говорили, что если вы увидите, ну, что человек по-настоящему работает, если вы увидите по-настоящему крутой продукт, и вас это может где-нибудь рисовать, то вы можете каким-то образом посотрудничать, поучаствовать в какой-то форме. Тоже было бы интересно узнать, каким образом, насколько это возможно. Всем привет! Ну, могу сказать, что очень потрясён на самом деле, чем я сейчас начал заниматься, потому что это кардинально, наверное, меняет мою жизнь, потому что, ну, вся моя жизнь была такая, ну, долг родине, так скажем. Поэтому тут очень всё нравится, надеюсь, что всё-таки у меня получится и всё будет хорошо. Понятно, можно там бизнес строить, где-то там какой-то магазин или ещё что-то одно, да, и это, я понимаю, что оно будет затягивать, времени очень много тратится и тому подобное. Здесь оно всё-таки совсем другое, то есть привязки к помещению, так скажем, да, конкретному, ну, нету. Вот, наверное, больше всего вот это вот ещё один такой шаг, который меня именно из какого-то там бизнеса, да, там, именно привёл вот в онлайн-образование. Зающийся лист? – Готово. Продолжение следует...